Единая технология приема граждан предполагает организацию приема документов на постоянной и беспрерывной основе, для чего в структуру управления были внесены изменения. На сегодняшний день в рамках единой технологии управлением предоставляется 15 видов адресной социальной помощи. Среди них государственная помощь семьям с детьми, помощь малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, помощь детям-сиротам и приемным родителям и другие. Сумма начисленной помощи за 2011 год в сравнении с 2010-м увеличилась более чем на 20 тысяч гривен. Есть нововведения и этого года. Согрет 2012 года на управление возложено дополнительные функции. Обеспечение следствия принятия сигналов цифрового телеразвещания, телетюнера и организации выдачи социальной карты. Управление проводится информирование граждан, имеющих право на бесплатное получение телетюнера, а также социальных карт, прием от них заявлений и выдачи социальных карт. На сегодняшний день принято около 7 тысяч заявлений на телетюнеры и выдано более 10 тысяч социальных карт, организованных их выдачи на дому. Система социальной защиты населения в Украине постоянно реформируется. С целью повышения эффективности системы во исполнение поручения Кабинета министров Украины, приказа Министерства социальной политики Украины утверждены методические рекомендации относительно предоставления гражданам социальной поддержки по принципу единого окна. Выполнение мышек разных методических рекомендаций предполагает дальнейшее изменение структуры управления и создание мобильного социального офиса для выезда в отдаленные районы города. Граждане, имеющие право на несколько видов социальной помощи, будут иметь возможность оформить их у одного специалиста по одному пакету документов. Всего новая форма заявления включает себя 31 вид социальной помощи. Крайне назначаемым видом помощи добавлено предоставление компенсационных выплат и помощи гражданам пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы, льгот на приобретение твердого топлива и жиженого газа, компенсации на санаторно-курортное обеспечение. В условиях повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги востребованным видом адресной помощи малообеспеченным семьям остается жилищная субсидия. Эта тема вызвала обсуждение присутствующих. В частности, Зера Аноманова прокомментировала ситуацию с начислением субсидий и возникающими проблемами в осенне-зимний период в связи с массовыми обращениями. Период массовых обращений начинается с сентября, с сентября по 3 месяца. Это когда начинается у нас отопление. Потому что рейдный период в основном домам с цепочечками и субсидий означает только на коммунальном субсидии, то есть в этот период субсидий у многих не получается. Такой небольшой спад у нас происходит. Но начиная с сентября месяца идет масса обращений. Именно тогда, когда он успевает обрабатывать с организацией некоторые, электронный обмен успевает, что задержится. Но в общем-то все это решается. Еще одной из проблем в предоставлении жилищных субсидий является отсутствие базы данных по частному сектору в Керчи, по которым основывается расчет для предоставления помощи. Городской голова акцентировал внимание на этом вопросе. Может быть создать мобильные группы какие-то, проехать. Понимаете? Вот надо поработать в этом вопросе. Вот мы давайте подведем итог этой работы. Вы начнете с 1 июля и подведем итог этой работы 1 августа. Одним из вопросов в повестке дня был вопрос о внесении изменений в решении исполнительного комитета об оптимизации городской автобусной маршрутной сети общего пользования в Керчи. Это касается маршрута номер 35. По результатам проверок поступило предложение изменить маршрут следования автобуса. Был сделан пассажиропоток, работники отдела проводили. И на остановках гидрографии, фрикадке, второй портовый он оказался очень низким. А второй портовый вообще нулевой. Просим сделать теперь оптика, библиотека и попаршивальников, а дальше пакет. В ходе заседания были рассмотрены и другие вопросы, обозначены задачи и план работ на ближайший месяц. На контроле городского головы остается вопрос реализации в Керчи программы «Социальная карта крымчанина». По информации Управления труда и социальной защиты населения, к 1 июля выдано 17 440 карточек, владельцы которых могут приобретать продукты первой необходимости, а также определенные медикаменты со скидкой. Скидки на свои услуги предоставляют и некоторые парикмахерские. В одном из магазинов, участвующих в программе «Социальная карта крымчанина», подтвердили, что программа действует. Однако владельцы карт еще не полностью ознакомились с правилами, в результате чего возникают многочисленные вопросы.